Девчонки привет! Всем привет! У меня сегодня такой вязальный блог, не доходили у меня до него руки для этой темы, но сегодня выдалось немножечко свободного времени, выходной день, поэтому я занимаюсь сейчас этой темой. Что я вам хотела показать уже давно? Хотела показать мою коллекцию амигуруми, то есть у меня есть еще игрушки, с которых я практически начинала, все они у меня еще у меня, вязала себе, пробовала, практика у меня такая была, ну конечно большую часть я подарила, то есть мало чего осталось, но по крайней мере то что есть я вам покажу. Было у меня время, то есть я начала вязать прям запольно, связала одну, где она у меня, кстати, сейчас я вам принесу и покажу, наверное первое мое амигуруми, с которого все и началось. Девочки, мне реально сейчас смешно на это смотреть, но это первое же, вижу уже кучу-кучу ошибок, но тем не менее, вот смотрите, вот это моя первая игрушечка, создала ее на подарок по моему мужу в Дню Святого Валентина, вот такое вот сердечко-кот, ну реально смешно, красный прям такой ядерный цвет, он даже в камере, видите, не дает сфокусироваться. Конечно, уже много лет игрушечки, тут естественно он прошел огонь, воду и медные трубы с появлением ребенка, ну сами представляете, у него были по-моему еще лусы, здесь торчали из лески, но сейчас уже ничего нету, конечно, бедный кот. Прошел, конечно, многое, пережил, бедняга, ну смотрите, кто у девчонки занимается амигуруми, могу вам рассказать немножечко подробнее, видите, ошибки сразу, вот смотрите, набивка, плотность вязания, плотность набивки, ошибка номер один. То есть здесь крючок можно было взять поменьше, связать плотнее и набить, соответственно, плотнее. В принципе, неплохо для первой игрушки, еще хвост такой немножко двигается, болтается, но неплохо для первой, потому что бывает и хуже, конечно, могло быть и хуже, но тем не менее, вот такая вот моя первая игрушечка. Ладно, сейчас я покажу последующее. И вуаля, вот она моя коллекция. Ну, начну, наверное, рассказывать по порядку их вязания, кто первый, кто второй. Вот слева снеговички, видите, мои тоже из первых игрушек, та же самая ошибка, которая была и у кота, видите, плотность вязания, плотность набивки, то же самое. Хотя в целом уже сделано хорошо и красивенько. Видите, тонкими нитками идет вышивка. Вот часто, очень часто у итальянок встречают вот эту ошибку. Вышивка на лице, бровей там, ротиков, чего бы только ни было, толстенными-толстенными нитками. Очень неаккуратно, очень прям дешево смотрится. Вот, ну, по крайней мере, у меня, видите, уже здесь такой ошибки не было. Уже вот здесь вот тонкими нитками связан носик, и прям плотненько уже здесь, видите, есть немножко прогресс. Вот такие два снеговичка, они меня радуют. Я украшаю дом к Новому году, делаю композиции, вы уже сами видели с этими снеговичками. Ну, симпатичненькие, мне очень нравятся. Потом, что у нас? Наверное, вот это было. Вот такая вот кошечка. Здесь девчонке уже, конечно, вязать было очень сложно ее, потому что здесь, видите, очень много прибавок, убавок. Она уже такая вся формованная уже девушка у нас, и вязать было, конечно, сложно. Здесь я, конечно, помучилась, но, тем не менее, видите, вот такой вот результат. Вот такая киса у меня получилась. И потом, вот такая вот черепаха, маленький такой черепашонок, похож на персонаж из мультика. Из какого? Пронейма, да, по-моему, там был такой персонаж. Вот такая вот черепашка. Очень даже неплохо. Здесь уже вязка поплотнее, смотрю, у меня, или нитки подолще, может быть, с тем же крючком. Но тут же достаточно сложная игрушка, потому что здесь у нас и поворотные ряды, и обвязка вот такая специфическая. И вот самое интересное тут такое, самое тяжеленькое было с глазами. Вот глаза, да, потому что здесь выемка, они потом так пришиты, все это стянуто. Конечно, здесь пришлось немножко помучаться. Но, тем не менее, очень симпатичненькая такая вот игрушечка у меня. Следующий у меня был момент, вязала мишек. Мишек у меня немного осталось, но вот один из представителей, мишка Тедди. Очень даже симпатичный. Здесь уже никаких косяков у меня нет. Все связано, конечно, камера вам не передает. Тем более, когда грузится видео, оно почему-то у меня уменьшает качество гораздо-гораздо. Я его вижу сейчас в хорошем качестве. Очень симпатичный мишенька. Вот этот мне уже очень нравится. Все, я тут полностью довольна. И перейдем, девчонки, к такому очень-очень интересному персонажу. Я, честно сказать, от него балдею. Я передвину сейчас камеру, не хочу его сейчас пока трогать. Опустим немножко. Вот, смотрите, что у нас здесь. Он сам, конечно, не стоит, потому что ножки у него тоненькие. Поэтому вот такая вот палочка у него воткнута на подставке. Вот, смотрите, видите, читаем, что написано. Игрушка уже связана давно. Очень-очень мне нравится. Вот такой харизматичный тип. Вот такой вот персонаж прям. И я так думаю, что вот этого персонажа поймут только наши девчонки. Если, допустим, представлю здесь на итальянскую публику, никто ничего не поймет, что к чему и почему. Ну, козёл и козёл. То есть до них не дойдёт. Видите, с капустой. Я вот фотовала всяко-разно, играла с ним конкретно. Очень классный, очень такой прям формовой. Здесь уже довольно сложно, потому что, видите, и складки, здесь и утяжки, и тонировочка чуть-чуть, и начёс. Всё-всё. Видите, уже какие, прям, какие шикарные девчонки окорочка. Какие шикарные окорочка. А что ещё шикарнее, так это девуля. Держитесь, я выну сейчас подставку. Посмотрим на всю красоту. Извиняюсь, что я к вам попой. Но я, кстати, о такой попе могла бы только мечтать. Счастливый обладатель форменной или формовой попки. Вот такой вот у меня интересный персонаж. К сожалению, я не помню сейчас автора этой схемы. Я вязала на сайте Сателлина. Сейчас я не знаю, куда этот сайт пропал и что с ним случилось. Я не могу его найти даже в поисковике. Кстати, были очень большие проблемы там зарегистрироваться. Все жалуются, ничего не понятно. Схемы не дают. Надо брать какие-то сообщения. И, короче, в общем, дохлый номер. Но персонаж очень классный. К сожалению, повторяюсь, я не знаю автора. Не помню. Но я думаю, схему такого козла можно найти на сайте ярмарка мастеров. Там очень много схем очень красивых. Продается. И, в принципе, вот этого автора, я думаю, можно найти. И перейдем к следующему. Жемчужины моей коллекции. Пожалуй, сложная игрушка. Много деталей. Вот такой вот. Не помещается в полный кадр. Потому что товарищ у нас высокий. Перевернул, повернул. Вот такой вот красавчик. Это гусь-защитник Рима. Помните историю про гусей, которые спасли Рим? Вот такой вот персонаж харизматичный. Я даже сделала ему копьем. Но сейчас уберу, покажу вам поближе. Столько деталей, конечно, нереальные. Я вот так смотрю на него, как я решилась на такую игрушку. Прям на много времени. Хотя я связала очень быстро. Я увлеклась прям реально и запойно ее связала, честно сказать. Но видите, очень много у ней различных деталей. То есть крылья они тоже все вязали. Все отдельно вот эти лепесточки наши. Потом соединялись. Я даже не помню, как это все. Или пришит, или что. Но сделано классно, я даже не могу понять. Вот сама себя хвалю. Но реально, кстати, игрушка классная. Теплащик у него. Жалко, товарищ не влазит у меня. Сейчас попробую переключиться, показать голову. Вот так он у меня, наконец, вошел. Високий такой товарищ. У него шлем. Все, все. Вот это отдельные все детали. Девчонки, конечно, не знаю, как я его связала. Тоже сама себе удивляюсь. Такой игрушки. И тоже не помню, на каком сайте. Или Сателина, или Амигуру. По-моему, на одном из двух вязала с девчонками вот такого красивого гуся. Очень классно, очень мне нравится. Оно ему, кстати, в тему. Мы же в Италии, поэтому гусь-риблянин здесь как раз, кстати. И перехожу, девчонки, к моим последним работам. Последний, да? Как по-моему, заключительный. Нет, не заключительный. Я буду продолжать. Это такая заразная штукка Амигуруми. То есть из последних работ. Ну, вот это вы уже видели у меня. Рука-вещь. Рука-помощь, как ее только они называют. Рука Винерди Адамс. Вот такая вот игрушечка реалистичная. Рука вязала сама схему, составляла сама. Все никак не дойду сделать схему. И прям на продажу схему полностью написать, отпечатать. Пока-пока руки не доходят. К сожалению, камера ее, конечно, не так передает, как есть. На самом деле, все это классно, реалистично. Даже с косточками. Все прям. Вот такая вот рука. Привет-привет. Добрый день. Очень классно. Пока ее положила так. Не сгибала. То есть в стоячем положении. Но она стоит тоже. То есть, в принципе, можно гнуть. Есть каркас. Достаточно такой упругий. Как хотите, можете ее там ставить и вращать. Вот такая вот жуткая игрушечка. Пока. Она у меня. Вот. Убираю. Убираю с глаз эту жуть. И перейдем к следующему не менее жуткому товарищу. Моя шкаркозябла. Скорпион Скорпионович. Вот такая ваша шкаркозябла. Я реально боюсь скорпионов. Я с ними здесь воюю. У нас они есть. Он полный сарай, полные камни. В саду везде они есть. Стоит поднять камень, и ты найдешь живого скорпиона. Схема не моя. Схема в открытом доступе ВКонтакте. Не помню сейчас девочки автора. Ольга, по-моему Ольга. Но не помню имя. То есть классно тоже вяжет вот такие реалистичные игрушечки. Поэтому воспользовалась. Случа, хоть и не люблю эту живность, но настолько он мне запал в душу своей реалистичностью, своей харизмой, что мне захотелось его связать. Связала, и я довольна. Девчонки классно. Очень классно, совсем не страшно. Хотя вот сын, допустим, у меня старший сын. И его, не то что я боялась, ему противно было. Фу, он его не переваривает. Поэтому я говорю, ты мне его сделай тонировочку. Потому что он у меня художник, как бы доморощенный. У него хобби такое. И он отказывался мне его тонировать. Ну, когда я уже затонировала практически всё, говорю, ну добавь штрихи. Он взялся всё-таки. Мне немножко помог и добавил. Вот такой вот. То есть тонировка у меня акрилами и красками здесь сделана. Просто разбавлены два цвета коричневого и немножко бликов светлых. Вот такая вот тоже игрушечка моя. Последняя, последняя прям свежая, практически с пылу сжал. Работа. Ну вот, вот такие мои игрушечки. Показала, похвалилась. Может быть, кому-то тоже придёт вдохновение. Но предупреждаю. Это дело очень заразное. Можно прям подсесть на года, на года. У меня уже, наверное, это хобби больше десяти лет. И оно меня не оставляет. То есть оно периодически приходит. Потом немножечко я переключаюсь на какие-то вещи, навязанные либо крючком, либо спицами. Потом я всё равно возвращаюсь к амигуруми. Всё, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч!